Очень классно! Никого нету, ребятки! Весь Прага полностью наша! Всем доброе утро! Доброе утро! Мы вообще толком не выспались, но дело все в том, что мы сегодня идем куда? Гулять по Праге? Да, мы идем сегодня на экскурсию. Сегодня у нас будет гид Анастасия, я давно за ней сижу в инстаграме, она очень интересно рассказывает про Прагу. Она много где ездит по Чехии, в общем. Ждем с нетерпением хоть немножко, что-то узнаем о Праге. Как красиво! Очки полетели. А еще, кстати, у нас экскурсия будет с фотосессией. Это экскурсия с фотосопровождением, да? Типа что-то такого? Не знал. Фототур, короче, называется. Короче, гид будет разговаривать эти фотосессии. Да, вообще классно! У нас будет фотография из Праги, поэтому, прикидем, мы наделись с Кинакова, черно-белая. Голин, не выдавай нас. Так случайно получилось. Ну да, конечно. Я вчера купила эти фотосапки и вот эту курку. Все модное, модное, модное. Смотрите, как здесь пусто, вообще никого нету. Просто, я не знаю, человек, появись, кто-нибудь. Прикинь, это зомби-апокалипсис, а мы ничего не знаем. Нас предупредили? Да, мы такие ходим, типа, ой, вся Прага наша. Смотрите, вот она площадь. Офигеть. Смотрите, как красиво. Саня, иди сюда, давай это, снимем хоть напротив этого, напротив башни, пока никого нету. Ребятки, смотрите. Мы здесь и никого. А если повернуться? Что здесь? Часы. Ого. Очень классно. Никого нету. Ребятки, вообще Прага полностью наша. Красота. Сейчас скоро приедут гид, и мы будем фотосапки. Кстати, мы пришли сюда. Мы пришли сюда, чтобы с гидом погулять и узнавать о Праге. Азалина думает, что у нас какая-то фотосессия сегодня. Да нет. Давай это мы совмещаем приятное с полезным. Всё. Ну, там Залина фото. Мне сказали, Саша, ты уходи, ты некрасивый. Ты не модель. Раз, два, три. Поехала. Отлично. Правильно. Поехала. Поехала. Продолжение следует... Силы защитили, поэтому здесь аптечки и Иисус, на всякий случай. Смотрите, какой пустой Карлов мост. И это утро, сейчас уже 10-й час или возможно уже 10 часов и нету народа. Обычно здесь реально очень много народа, даже в это время. Так кайфово. И здесь еще обычно сидят художники, кто-то продает свои портреты, кто-то там всякие бижутерии. А сейчас вообще ничего нет у этого. Красота, красота. Теперь мы хотим немножко вам рассказать такие самые яркие моменты из экскурсии. Во-первых, хочется сказать, что вообще экскурсия, она была классная, была прям до сих пор по впечатлениям. Столько информации, на самом деле, прям хорошо, что мы не пожалели деньги и купили эту экскурсию. Еще плюс, слава богу, что мы взяли с фотографиями, потому что когда еще выпадет такая возможность походить, пофотографироваться как пустой праздник. Вот, и мы считаем, что это было хорошо. Ну да, стоило того. Стоило того, да. По поводу экскурсии чего я больше всего запомнилась. Какой факт, какой момент, который бы ты не ожидал. Ну, да все было так очень интересно. Например, у тебя Сараметская площадь, там где астрономические часы. Мы столько раз там были, и мы ни разу не замечали, допустим, астрономические часы сбоку. То, что другие часы есть еще? Нет, что есть другие часы сбоку, это раз. Во-вторых, то, что там, помнишь, здание. То, что там здание, и оно прям видно, где оно разрушено было во время Второй мировой войны, когда бомбежка была, и здание не смогли восстановить, и они его просто убрали. А там, оказывается, было настолько много, ну, гораздо больше, еще метров, наверное, метров двести, наверное, этого здания. Нет, метров сто, наверное. Ну, может быть, не знаю. Ну, в общем, там было здание такое, да, и там прям видно, что обрубили вот так. Да, там прям вот так стена такая сломанная. Да, и что еще? Да, еще интересно было то, что здесь в Праге, в центре, в старом городе, у каждого дома есть какая-то небольшая скульптура. И это как бы сделали, раньше делали, когда не было номеров, чтобы как-то определять дома, какой дом кому принадлежит. И там, допустим, если человек, допустим, торговал карпами, то у него вот стоит человек с карпом, который продает. Там еще кто-то что-то делал, там еще... Типа зимножницы там, да, и это типа парикмахер. Да, там очень говорят, что любили золотые звезды, но занималось этим государство. То есть они говорят, вот ты это делаешь, вот такой значок можешь поставить. А когда дома начали разрастаться, люди сами начали выбирать, какие значки они себе на дом ставили и все такое. И было не очень понятно, потому что, допустим, дом золотой звезды может быть на одной стороне улицы и на другой стороне или за поворотом. И непонятно, какой дом-то в итоге, куда нужно ехать. Да, вот. Интересно очень было, когда начали на русском. Потом начали вводить номера. Вот там здесь, в Чехии, есть два номера. Вот адрес, допустим, 146 красного цвета и 23, допустим, синего цвета, да? Потом начали, вот из-за этой путаницы, начали вводить вот эти вот красные номера. Она говорила, из Австрии женщина, да, Вила, по-моему? Ну да, это королевна. Да, и это, вот эти номера, и начали потом по номерам определять, где дом. Но эти номера, они до такой степени везде разбросаны, не было какой-то логичной цепочки, допустим. Здесь четные числа, здесь нечетные числа, там 20, 20, 20. Такого не было. Было больше, как дом застраивался, допустим, там какая-то площадка есть, они строят один дом здесь, допустим, это 122-й дом, а потом следующий дом, который построился, он там, на 4-й улице, и это 123-й дом. И вот так, как бы, они везде подряд, ну, хрен во имя какого-то. Да, разброс был, но не было логики. Да, и вот, и потом уже, когда уже появилась наша, ну, настоящая логика. Нумерация. Ну, когда то, что четная сторона, нечетная сторона, номера друг за другом идут, они поставили вторые номера, но красные они все равно оставили. Да, оставили, как память. Ну, и эти скульптуры до сих пор оставили. Ну, и скульптуры, ну да, там очень много всего. Сейчас, короче, на площади строится чумной столб, снова. А это реставрация, да? Или это вообще новое? Да, это совершенно новое. Ну, снесли во время революции, люди, когда чехословяки распалось, и люди начали в этом это недовольствовать, и толкать все подряд, и снесли этот столб. Да, и от этого очень много столба падала все время тень. И там вот где-то падало тень, там проложили... Пражский меридиан. Да, Пражский меридиан. А сейчас все люди ждут, когда построят этот столб, и потом этот тень, получается, упадет на этот Пражский меридиан. Да. Интересно тоже. Саня сегодня вот так подходил и слушал, и он такой, ему так было интересно, он так ждал этой экскурсии. Да, они берут, фотографируются, когда им не хочется рассказывать больше, а они, нет, все, фотографии. Понравилось тебе. Очень. Ну, естественно, короче, все, мы не можем вам рассказать, потому что это было трехчасовая экскурсия. Да, три с половиной. Да, три с половиной. Ну и вот. Мы, получается, с восьми, мы в 12 только разошлись. Угу. Если приедете в Прагу, обязательно берите гида, если вы хотите, можете взять нас, да, как гида. Мы оставим ее в Инстаграм. Ну, не думаю. На всякий случай. Да, насчет надо брать по-любому, потому что, да, классно рассказывать. А себя берите с фото-пробук, она реально классно фотографировать, особенно для парней. Да, это... Мне очень понравилось то, что когда... Потому что я не люблю фото-пробук. Естественно, она, скорее всего, большинство пацанов не любит фото-пробук. И она, естественно, это знает. И она такая, она буквально сделает 4-5 фотографий со мной, и я уже начинаю нервничать, и она понимает это. И она такая, все, 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 Саш, уходи, уходи, сиди, отдыхай, и мы с Алиной продолжим. И я такой, наконец-то освободили. Она такая, еще не... Она такая, еще не... Она такая, говорит, и понимает, что мужчин фотографироваться не особо. любит, поэтому она все время 2-3 фотографии с Анечкой, и потом такая, все, Санечка, ты свободен, с Алиной. И потом меня... Да, мне это очень понравилось. Ну и хорошо было то, что на самом деле не было какого-то оверлоуда, но это слишком много... Перегруза информации не было такого, что у тебя голова лопается. И не было то перегрузов в самих фотографиях, ну как для меня... Все было так, это баланс, короче. И мне нравится то, что она вот она рассказала, и есть как-то время переосмысль, пока ты фотографируешь все, что она мне рассказала. И она всегда нас знает, какие классы самые локации, фотографировать, какой ракурс подобрать, там, все, кого... В общем, классно, нам прям понравилось. Мне нравится еще, как она говорила. Так, делаем фото для родителей, то есть мирно стоим, а потом давайте теперь фото для вас. Корчем рожи. Вообще классно. Да. Ну вот, наше мнение об этой экскурсии. Просто хотелось с вами чуть-чуть поделиться. Вдруг, вы сюда приедете, и не знаете, кого взять. Вот советуем Анастасию. Я думаю, вы не пожалеете. Вы прям советуем от всей души. Сейчас мы пойдем кушать мексиканский ресторан. Да. Да, мы очень давно хотели мексиканскую кухню нормальную, и поэтому уже встретимся с вами там. Насхвай дано. Насхвай. Мы сегодня целый день проходили. Мы уже встретились с нашими ребятами из Бангкока, и вот добрались до другого бара, чтобы посидеть и выпить коктейльчиков. Да. Добрый день. Ну, какой добрый день? Уже вечер. Добрый вечер. И с нами, как всегда, Элизабет, красавица наша. Вот, сейчас сидим. Так хорошо сегодня день провели. Мы были сегодня в мексиканском ресторане, не стали там снимать, потому что там невкусно, и мы не хотим его рекомендовать. А здесь... Мы забыли там снимать. Это на самом деле невкусно. Да. Здесь такое место классное. Посмотрите. Почему классно? Потому что здесь дешевые напитки. Здесь напитки. Посмотрите, сколько стоит. Та-да-да-дам. Опероль 99 крон, Джентоник 99. Это в центре города. Обычно здесь... Опероль сколько? 140... 70, 160. Да. А здесь 99. Да, вот там вот. В общем, запоминайте место. Я не знаю. Я не знаю. Ахой! Ахой! Опероль! Ахой! Опероль! всем доброе утро это уже следующий день получается мы вчера так и не сняли концовку потому что мы очень устали вчера очень мы пришли домой в 10 до и в 11 уже спали вот сегодня наш последний день сегодня мы выселяемся с наших апартаментов есть так было классно мне понравилось едем сегодня нашу бурнушку деревушку но прежде чем поедем он пойдет сперва food market для какой-то здесь открыт и там еще поснимаем и на этом все на этом наш мог закончиться поэтому через течень и Музыка На Прагу невозможно налюбоваться, мне кажется. Глаза не устают от такой красоты, они не приедаются. А, вот здесь тюрьма была. Че? Здесь тюрьма была. А, кстати, да, расскажи, Саш. Здесь была модная тюрьма для таких, это, непростых людишек. Ну, либо для государственных людей, либо для тех, от кого они могли бы получить деньги, выкупы другого государства. Да. И они были здесь, вот в такой модной тюрьме. Рядом с ратушей, со сарономическими часами. Сейчас идем покупать книгу. Какую книгу Санечка рассказать? Книжку «Онэс Гайд» про Прагу. Это вот мы про него вам рассказывали, советовали смотреть его. Он рассказывает все про Прагу только на английском языке. Да. Да. Очень интересно. И продается книга здесь, да? Да. И они не продаются в книжных магазинах. Он, у него небольшая, ну, договоренность с многими пабами и барчиками в этом Праге, где они продают книги. Вот. Поэтому мы сейчас идем покупать эту книжку. Все, Санечка получил свою книжку, заказал пиво. Стоит 389 крон. Да, 389 крон, 15 евро на английском языке. Вот такая вот книга, она очень крутая. Смотрите. Это то, что там такси очень дорогое за 99 евро, где-то здесь потом. То, что обменник, который обманывает с курсом на 26% обманывает и все такое. Вот такие картинки, ты можешь вот так ставить его и фотографировать, что как будто бы собака писает на пиво. Или вот так. Как будто бы собака писает на твое пиво? Да. О, давай так сфоткаем, кстати. Прикольно. Ага. Сейчас будем выбирать магнитик. Это будет тяжело сделать, потому что мы с Сашей хотим разные магнитики. Мы купили вот такой вот магнитик. Старомельская площадь. Здесь у нас получается астрономические часы, храм. Вообще красота. Купили за 60 крон. У нас магнитик стоил 80. А все потому, что нет туристов и делают везде скидки. И нам повезло. Хотя вчера мы увиделись. Магнитики по 100-120 крон. А сейчас такой вот красивый, такой красивый магнитик, всего лишь 60 крон. Я довольна. Я тоже. А Санечка, у Санечки свой магнитик. Мы пришли в Манифеста Маркет. Здесь столько кафешек, всякая разная кухня. Чем-то похож на дистрикт в Бангкоке, кстати. Здесь разные chicken wings просто. У нас самые лучшие крылышки во всей Чехии. Да. Приходите к нам. Так называется так. Chicken chicken. Он в нем есть. Здесь разные крылышки просто. С равностью. Hohe. Кусь. Паркет. Осталось. У него много кого есть. Горящий день. Мы видим тестприкан. Какой участок. У нас еще есть. У нас еще есть ебанок. Кусь. У нас еще есть. Замечки. Что я сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok